Я хотел бы сказать, проинформировать, в общем-то, народ о тех проблемах, которые существуют. Ну, может быть, это маленькие, небольшие проблемы для бизнеса, с которыми сталкиваются. Это, возможно, вопросы, тормозящие процессы приватизации пустующих и бесхозных зданий, помещений славянских. К сожалению, такое существует. Это компетенция? Это, скорее всего, компетенция как бы местной власти. Да, города. Не всегда, это восьмой ущество, основная часть. Сам Мази полностью тормозит. Это фон у вас имущества. Ну, прессинг фискальных органов на бизнес, это я не знаю, кому это можно обратиться. Это всегда было, и все, не знаю, насколько наша общественность может на это повлиять. Ну, тут многие вещи, все равно, вы понимаете, убираются в финансы. Вот я, как для себя, я опять с точки зрения производителя керамики, у нас не хватает качественной упаковки. Это опять деньги. Мы за свои деньги. У нас керамика здесь развивалась сама. То есть люди начинали понемножку работать, зарабатывали, расширялись, зарабатывали, расширялись и так далее, и так далее. Нам, государство, в жизни никогда ничем не повалило. Ни кредитами, ни ценами на электронерию нас просто давят. Потому что сейчас такие цены для производителей керамики, что мама не горит, ну, три раза выше, чем для населения. Вообще для промышленников, для всех, не только для производителей керамики. Кредитов никогда мы не видели, если мы брали, то по самым драконовским процентам, которые существуют в нашем государстве. Понимаете? И на данный момент сказать, что керамики способны сами решить за свои средства, решить проблемы выхода на европейский уровень, а там мы сами с вами прекрасно понимаем, упаковка должна быть качественная, красивая. Продукцию мы уже более-менее научились делать интересную и качественную. Но упаковать ее надо, и для этого надо опять чья-то помощь, потому что сами мы будем к этому двигаться очень и очень долго. Керамика сюда, это живые деньги, которые мы получаем в обмен на нашу обожженную глину. Куда мы вместо России сейчас направляете? Я знаю, сейчас проблемы. Я вам скажу, вместо России, ну, если не брать редкие случаи работы за границей, да, в основном, в основном, все-таки, для основной части производителей это Россия. До сих пор. До сих пор они едут, это, в общем-то, является выходом. Если нам перекроют российскую границу полностью, то керамика в Славянске процентов, наверное, на 80 умрет полностью. То есть останутся только те, кто имеет выход за рубежи. Ну, я работаю и с белорусами, и с россиянами, и работал там через заводы, через определенные... На одно из наших направлений. На штаты отправляли, мы и на Бразилию даже отправляли. Работали, покуда нам война не поломала наши контракты. Люди побоялись с нами работать, потому что здесь возникли форс-мажорные обстоятельства, которые могли нам, так сказать, помешать выполнить нашу. У нас одно из направлений центра, это как раз европейское направление, это вот сопровождение украинского бизнеса, желающего выйти на европейский рынок в рамках уже подписанного соглашения. Сколько встреч идет, приезжают люди, и вот нам все время говорят, правда, первый раз, вот, я из твоих русских слышал, это, что давайте что-то сделаем из города, такой раз вот звучащий, значит, какая-то в этом есть причина. А сегодня у нас присутствует здесь и главный врач санатория Вилейный, да, вот, вы, может быть, какие-то у вас вопросы есть, которые можно было бы поднять и которые можно было бы, там, скажем, решать с помощью нашей киевской области? Ну, на самом деле, количество проблем, которые обуславливают наше нынешнее состояние, оно огромное, и надо же четко понимать, что есть проблемы, на которые мы можем влиять на местном уровне, есть проблемы, на которые мы должны влиять на уровне Киева. Ну, а есть проблемы, которые, собственно говоря, знаете, вот, я так, на примере курорта нынешнего приведу, если вот, есть выражение, собака на сене зачастую, знаете, просто собственник, он неэффективный, то это чья проблема, вот, скажите мне? Я хочу так сказать, мы неоднократно поднимали вопросы. Почему именно так вот сложилось, да, вот, почему мы полудохли, давайте по-русски я говорю, все, независимо, курорты, керамики, там, промышленники, неважно. Вот здесь есть, мы, опять же, обсуждали это неоднократно, ряд причин, которые, вот, вместе сложились, не потому, что мы такие глупые, по-большому счету, теоретически мы знаем все. Практически, я абсолютно согласен с собеседниками, начиная с земельного кодекса, который обуславливает гигантские ставки земли. На это накладывается нехватка оборотных средств, которые, действительно, либо хочешь брать кредит, не объяснивая высокие проценты, мы не влияем на эти проценты. Вот это политика государства, это политика Центробанка, которая влияет или не влияет, сожалению, на частные банки. Есть идея, создать, есть идея, где-то в сичне месяце собрать форум общественности в Северодонецкой области. И туда не только изойдут общественно-политические, там, просто общественные, которые занимаются, там, открытостью власти, или, там, педерамин, еще что-то, но и бизнес. И пригласить туда представителей эффективного бизнеса и власти тоже. Вот мы можем вот как-то в будущем выйти на вас, и вы можете собраться и приехать туда тоже. И там уже более, более, как бы, стратегические вещи надумать, понимаете? Сейчас мы приехали познакомиться и сказать о том, что мы хотим, чем можем вам помочь. Еще есть вторая, третья часть, электроэнергия. Ну, ресурс, согласен, это достаточно дорогой ресурс. Нет, дело в том, что там проблема не та, там же требование за два месяца сделать предоплату. А когда мы делаем предоплату, мы же делаем предоплату по гривну 20 за электроэнергию. У нас монополисты это... А когда я, кто-то один говорит, а когда я прихожу через два месяца получать счет за электроэнергию на следующий, а у меня 70 тысяч там, уже ли, 50 лежит, а мне говорят, тебе уже гривну на 40, и я ж купил-то за гривну на 20. Нет, это ты деньги давал тогда, а купил ты сегодня, ты деньги дал тогда, а купил ты их сегодня, гривну на 40. То есть вот эта вся проблема, то есть на сегодняшний день... А сейчас по прошлому году, по расчетам прошлого года ты платить должен. Не сейчас делаешь расчет. Да, а когда я стоялку давал. А сейчас объем упал. Два раза упал объем, а счета те выставляют. Да еще по другим ценам. Я хотел бы сказать, что очень хорошо, что вы приехали сегодня, вы действительно попали туда, куда нужно. Это Ассоциация предпринимателей деловое содействие. Здесь в этой организации уже много инициатив было, мы тоже проводим эту работу более 10 лет. Эдуард Борисович, газета, интернет-ресурс и конкурсы предпринимателей обсуждаем про БРОС. Сейчас организовали инновационный центр, и организация находится в поиске. Вы говорили, что вы, как и на Донбассе и так далее. На Донбассе, я вам хочу сказать, люди любят тех, кто действует и кто что-то делает. Если вот только разговаривать, только говорить за такими, значит, или организациями, где люди не пойдут. И вокруг этого будут, соответственно, собираться такие же люди, которые хотят поговорить, заболтать, забыть и пойти дальше. Поэтому, если, чтобы пошли за кем-то, надо действовать и надо предложить программу действия. Программа действий должна быть четкая, понятная. И чтобы эта программа помогала действительно людям развиваться. Бизнес. Сначала считали, что бизнес это вообще люди, какие-то второго сорта, это спекулянты, потом это какие-то вообще непонятные ловкочи. Сейчас вроде... Двойные коровы. Да, двойные коровы. Потом бизнес отдали на отпуск. Вот говорили, фискальные органы, те как бы работают с ними. Ну и за него все так забывают. Он сам по себе там, кто чахнет, кто работает, кто насколько может к этому приспособиться. Поэтому, если вы уже действительно взялись за эту работу, вам нужно выработать для себя четкую цель, задачи и такую выработать программу, чтобы она помогла и помогала людям жить, развиваться и подниматься. Мы сюда приехали специально на такой долгий период времени, чтобы посетить не только Славянск. Мы будем, по сути... А вы сегодня не уезжаете? Завтра утром мы едем в Красноармейск, потом Доброполе, послезавтра мы в Артемовск и Краматорск, а в четверг мы в Константиновку и Дружково. Мы хотим посетить, увидеть, вот я полностью, я просто поддержку ваших слов. Вот вы многие махнули, говорят, Донбасс, это люди очень глубоко ошибаются. Мы как раз наоборот, мы не... Если вот один взять Славянск, посмотрите, какие предприятия. Керамкомбинат, Химпром, Масложиркомбинат, Наука, Внеимедмаш, Славтяжмаш, Бетонмаш, Сользавод, АИС, Курорт, карандашная фабрика была, чуть ли не единственная в Украине. Там есть два терапичных залоза. Представляете, какой здесь был конверсал? Он сейчас практически утрачен. Для того, чтобы хотя бы что-то оживить, это нужно вдохнуть жизнь сюда и правила ИР определенные. Я, скажу, позволение, одну ремарку сделал. Вам, я думаю, придется, если вы собираетесь еще тут быть в этих краях, я думаю, вы ее услышите еще не раз, не только от нас. В интересный момент была объявлена зона АТО, где предприятиям определенные льготы были определены, находящиеся в зоне АТО. Так вот, Славянск продал всего пять дней в зоне АТО. На сегодняшний день он уже убран, в связи с этим, соответственно, фискальная политика стандарта в режиме и так далее. Это уже не зона. Все, это уже не зона, к сожалению. Смотрите, у нас три месяца военные действия велись, и нас отплаты за землю не освобождают. Вот, понимаете, это один из тех, которые мы уже приню выставили за неуплату во время налогов. Надо посмотреть еще историю города. Ведь каждый город имеет свою родословную. Да, он отдельно от всех других когда-то начинался. Так вот, у нас на сегодняшний день, если брать такое явно известное название, крепость Торн, она, по сути дела, сегодня и существует. Да. А название Славянск, это чисто условное название, его как такового пока еще даже и нет. Оно не утверждено нигде, никем, ни в таком месте. Почему? Так вот, смотрите, к чему речь идет. Значит, когда была крепость Торн, она была указан московского царя для защиты русских земель от набегов татар. Значит, потом эта крепость Тор была в Харьковской губернии, Изюмского уезда. Потом она была в Екатеринославском намесячестве, Тор, Славянск уже. И потом уже имел свой собственный уезд. Вот эти все дружковки, это были славянские уезды. А потом, значит, уже Донецк разбился и уже присоединен в Донецкой области. То есть Славянск, по сути дела, все время такой, да, он как самообособленный город. Его пытаются все время обойти. А оно не получается. Вот почему на сегодняшний день он и стал таким звучащим. Потому что его просто так обойти не получается. Ваши инструменты, которые вы хотите предложить, реформа, они должны быть настолько привлекательны, что их должно быть сразу очевидным этап. Потому что пробы объединить уже были. Вот вы помните, керамиков уже пытались объединить в кластеры. Вот опыт Краматорска, например, на юбилерах показал, что это эффективно для них было. Для Славянска это была уникальная тема в том, что не заинтересовало людей, которые, ну, крупных предпринимателей там это объединили, хотели объединить в кластеры, прежде всего, и как мелких потом присоединить. Вот. Не заинтересовало, потому что оказалось непривлекательным, отбирая их, скажем, какие-то личные наработки. Чтобы сразу видели, что объединившись в какую-то, да, очность, чтобы не потерять какие-то свои привлекательности. Мы же не приехали объединять бизнес. Ну, инструменты вы хотите. Да, но мы инструменты для, вот, для, для, для громады, да, здесь все-таки еще есть ощущения, и город не такой большой, люди друг друга знают, и каким образом, для нас это большой эксперимент, и очень многие для нас пытались, правда, но почему мы хотим 8 городов посмотреть, но мы понимаем, что высокие ставки. Если бы нам это удалось, то там без лишней патетики мы могли бы сделать вещь, о которой я сказал. Мы могли бы вот эти корни, система, которая сверху, она никакая, реально подвестить. Потому что если бы люди на местах почувствовали вот эту вот возможность влиять и держать власть в своих руках, подотчетную, то здесь, во-первых, открывается огромный ресурс, во-вторых, если бы мы здесь это сделали, потом бы научили других, то была бы другая страна. И тогда, вот тогда бы было бы изменение. Я же прекрасно понимаю, что этот Верховный Свет проработает еще пару лет, и будут новые выборы на новом законе. И тогда вот пока систему можно изменить только вот снизу. Суть вопроса простая. Если у нас каждый второй, наш здравомыслящий человек, будет членом управления города, а это мы рассматривали недавно, называется ВЕЧИ, оно у нас введено, городской, народной ВЕЧИ сейчас в Киеве, все, оно само все пойдет нарешаться. Ну, все, ну, у нас же это не ВЕЧИ. Ну, надо пениться и допиться. А вот это надо киевский опыт. Я прошу прощения. Киевский опыт. У нас громадой явилось, ну, очень небольшое количество людей, которые, ну, посчитали, что они вправе решать за всю громаду. Ну, да, 10 человек за все. Да, да, собралось 10 человек, самых крикливых. Каждый тянет на себя, каждый сам себе самый умный. Понимаете? Нужно привлекать более, дать людям широким слоям общественности, дать им понять, что их жизнь зависит от них, понимаете? И чтобы они подтягивались на площадь, когда здесь собирается громада, когда наш новый мэр выступает и обращается к громаде, то он видит только вот 10 крикунов, которые собрались, и от которых конкретики и конструктива очень мало. Понимаете? И они решают за всю громаду. Вот если бы на площади было там тысяч пять людей, реально пришедших, так сказать, с пониманием того, что от них зависит, как мы дальше будем жить, вот здесь тогда ситуация была совершенно... Давайте соберем. Старш, давай соберем. Если человек собирает 300, а мы сидим умничаем не собирать, давайте соберем, в Киеве собралась, в Вольвове собирается, в Тернополе собирается, мы не соберем. А в Киев полторы тысячи лет прежде живет. Ну, давайте соберем, а мы здесь... Давайте хоть 300 соберем еще. Для этого, ребята, надо провести очень хорошую податливную работу. Да, вот тут, праздник есть. Вы знаете, самые активные у нас пенсионеры. Они соберутся и опять будут нам рассказывать, что у них маленькие пенсии. Кроме коммуникационной части, которая будет помогать вам и мотивировать вас объединяться, у нас будет и образовательная часть. Вот, к примеру, мы сейчас договариваемся с громадским телебачением, и вообще вот есть механизмы, как одна небольшая организация может сделать акцию так, что ее покажут по всех телеканалам, и президент будет вынужден посмотреть на эту ситуацию. Понимаете? Это такое умение обращать внимание на проблему. Вот мы, например, грубо говоря, одной из образовательных, например, у нас будет школа, например, умение обращать власти на проблему путем работы СМИ. То есть у нас будет, кроме коммуникационной, что мы сейчас будем говорить, будет и образовательной. Мы хотим вас приглашать. Тогда мы будем через вас тогда работать. Обещаем, что в ближайшем будущем обязательно на вас выйдем. Обязательно. Тут надо понимать. Дело в том, что хоть тут и Новороссию строили тут и так далее. Не в этом стояла проблема. Просто Славянск, он как-то, ну, более принимает Киев как матерь рада русской. Ну, вот так вот нужно рассуждать. Просто Славянск не хотел от Киева отходить. Не потому, что там плохие были условия. Потому, что Киев, ну, как ни крути, ну, матерь рада русская. Поэтому мы и Киеву, и... У нас, к сожалению, знаете, не научились еще делать разницу между государством, Украина, и между теми, кто управляет нами на данный момент в Киеве. Понимаете? Вот мне понравилось высказание Яценюка, когда он сказал, говорит, если на Донбассе нас, мягко выражаясь, не любят, то Киев, он имею в виду, киевскую власть, то Россию, Москву, там просто ненавидят. Вот я считаю, что правильно. Мы не любим, нам не за что любить киевскую власть, понимаете? Не потому, что мы не любим Украину, мы любим Украину, но киевскую власть мы не любим. Я высказываете, о которой я вам с этого начал. Киевскую власть мы не любим, потому что она реально ничего не делает для своего народа. У меня есть пожелание к нашим гостям. В общем-то, и, как бы, мое видение этой проблемы, которой они занимаются, для социализации нашего общества. Я считаю, что в первую очередь они могут нам помочь. И им будет это полезно. Надо провести, так сказать, социально-психологически составить портрет жителя города Славянска. А потом уже, после того, как вы будете иметь представление о том, кто перед вами стоит. Не просто Костя стоит, Владимир Федорович, или Эдуард Борисович, а вообще среднестатистический славянец. Какое? Можно ли его исправить? И куда его можно направлять? Можно ли этого среднестатистического славянца направлять в какие-то европейские бизнесы, или еще куда? Понимаете? Нужен портрет. Социально-психологические исследования надо провести, а не просто там какие-то референдумы. У нас есть такая возможность. Да, смотрите, у нас уже... Вот именно это. Это самое главное, которое обеспечит на 100% успех этой затеи. Бывает такой момент, когда ты что-то делаешь, оно прямо вот сверху идет. Знаете, у нас параллельно, например, есть такая Ирина Бакешкина, наш социолог украинский известный. Она сейчас проводит как раз... Я чуть-чуть, вот мы с ней общались, там, как, кстати, по вопросу, что хочет этот человек. По славянскому и Краматурскому будет проводиться серьезное, оно сейчас в процессе проекта, социологическое исследование. Вот я имел честь, имел честь к нему быть, ну, причастным. Вот именно вопрос о том, кто такой и что, к чего вы хотите, что вообще вы хотите реализовать в своей жизни, мы эти вопросы ставили. И это очень правильно, это, так сказать, это фундаментально, начало всего. Я с вами полностью согласен. Я хотел просто сказать, что мы это сейчас делаем. В Славянске живет 120 тысяч человек. Плюс тут район 30, Световарск 5 и, по-моему, Николаевка 16. Каждый день прибывает, ну, где-то, как говорили, 70-100 человек. Это прибывает переселенцы. Возвращается? Значит, не возвращается, увеличивает нам население. Значит, я так прикинул, что где-то к 17 году у нас будет по полмиллиона человек. И это все будут основные переселенцы. То есть, собственно, условно, какая-то такая новая Америка. И на западной северной части Дуганской области особую экономическую зону в том, что переселенцы именно будут сейчас, особенно после зимы, а там и дальше будут новые волны, и не по 100 человек будет вам приезжать. Да, это приедет по 1000 человек. Раз Славянск основной город, значит, он и есть центр, то вокруг вот эта северная часть Донецкой области сделать этот свободный христианский экономический округ. Уважаемые господа, мы сегодня пообщались и узнали много интересного, обменялись мнениями, это очень хорошо. Во всяком случае, наши гости увидели наши вопросы, которые нас волнуют, да, проблемы, которые нас волнуют. Благодарим вас за участие в этой дискуссии. Спасибо нашим гостям за то, что они занимаются такой важной и нужной деятельностью. Мы надеемся поддерживать с ним контакты в дальнейшем. Я думаю, мы составим такое письмо от Ассоциации предпринимателей деловой содействия, в котором изложим вот те вопросы, которые здесь поднимались, для того, чтобы было понятно, чем живет сейчас Славянск. Перед тем, как попрощаться, хотел бы предпринимателей города сообщить о том, что Ассоциация предпринимателей совместно с ресурсом Деловой Славянск планирует провести очередной 12-й городской конкурс предприниматель года. Это будет где-то в середине декабря. Я надеюсь вас там увидеть всех. Ну, а нашим зрителям мы хотим сказать на сегодня до свидания. До новых встреч.